Дарья Лисичкина Всем привет! С вами Дарья Лисичкина. Наконец-то после долгого перерыва я могу опять приступить к снятию видеороликов и к тренировкам. Я, как и многие, стала мамой. И наступил тот момент, когда мне можно начать тренироваться. Сейчас, как никогда раньше, я могу войти в ваше положение, то есть понять, наконец-то, тех девушек, которые недавно родили, недавно стали мамами и хотят восстановить свою фигуру, убрать животы и вообще придать мышцам тонус. То есть вернуть свою фигуру, так сказать, в дородовое состояние. До... Да, правильно. В тот вид, который был до беременности. Я тоже долгое время не тренировалась. И, возможно, благодаря этому не сильно растолстело. Но не благодаря этому, а благодаря тому, что много до этого тренировалось. И поэтому такое долгое безделье, 9 месяцев, плюс месяц после родов, да, я ничего не делала. Практически год. Конечно, фигуру нужно улучшать, да, приводить её в то состояние, которое было раньше. Но всё же я собой довольна. Могу дать совет тем, кто ещё только планирует свою беременность, либо когда-то необозрима в будущем, либо в ближайшее время. Лучше всё-таки подойти к беременности в отличной физической форме. Тогда она пройдёт для вас легче и форму вы сохраните лучше. То есть изменения будут не столь критические. И лишний весной наберёте. Так, как сказал, долгое время я не тренировалась, но вот в течение первого месяца после родов я всё же делала маленькую-маленькую тренировку. Хочу сейчас вам её показать. Это 6 упражнений, буквально на 5-10 минут, в зависимости от количества повторений, которые помогут щадящим режиме по чуть-чуть начать, возвращать вас тренировкам. Особенно это актуально для тех, кто вообще ничего не делал в силу каких-то причин. Запретил врач, вообще никогда не тренировался, а сейчас всё-таки почувствовал необходимость в каких-то физических упражнениях. Этот маленький комплекс, он очень простой, но, опять же, первый месяц мне нельзя было ничего делать, и он меня выручал. Хотя бы отвлекал от новых повседневных забот и, в принципе, готовил тело к дальнейшим нагрузкам. Что хочу сказать. Перед тем, как приступить к этому комплексу, всё-таки стоит получить разрешение вашего врача-гинеколога. Хотя он очень простой и подойдёт как тем, кто врожал сам, так и тем, кто пережил кесарево сечение. Ну, опять же, повторюсь, на всякий случай спросите врача, что вам можно делать, что нельзя, и когда лучше приступить к физическим упражнениям. Никто лучше, чем врач, не знает ваше состояние после родов, и никто лучше не посоветует вам правильное время для начала тренировок. Итак, будет, как вы поняли, в ближайшее время будет много роликов по восстановлению фигуры, то есть щадящих, с уклоном, конечно же, с уклоном для женщин, которые недавно родили. Итак, мы начинаем. Вам понадобится коврик, спортивная форма и немножко свободного времени, который, я надеюсь, вы всегда сможете выделить на тренировку. Первое упражнение мы ложимся на спину, на теле, лучше в эту сторону, и будем растягивать заднюю поверхность всего тела. Как вы знаете и почувствовали на себе, во время родов у нас усугубляются лордозы и кифозы. Что такое лордоз и кифоз? Это прогибы в нашем теле. У нас увеличивается лордоз поясничный, то есть поясница еще больше выгибается, и увеличивается кифоз. Для баланса большого живота мы немножечко больше, чем надо, сутулиемся. И поэтому первое упражнение поможет растянуть всю заднюю сторону тела. Так сказать, ложимся абсолютно к первому, руки вдоль тела. Постарайтесь собрать животик и прижать поясничку к полу. Если, в принципе, это должно удастся всем. Если, конечно, не сильный лордоз, хотя бы максимально соберите мышцы пресса и постарайтесь максимально приблизить поясницу к полу. Руки вдоль тела. Мы делаем вдох, поднимаем руки и сокращаем стопы. Почувствуйте, как лопатки тянутся в стороны и как растягивается задняя поверхность ваших бедер. Сделали вдох, при этом собранный живот. И выдох, вернулись в исходное, расслабились. И опять вдох, лопатки в стороны, стопы на себя. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И вдох, животики собираем. Вдох, выдох. Помним, что живот мы должны собирать. Вдох. Весница стремится к полу. Выдох. Старайтесь максимально сокращать стопы. Вдох. 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 И вдох. И еще разочек. Вдох. 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 Закончили упражнение. Следующее. Мы немножечко посимулируем нижнюю часть тела. Улучшим там кровообращение. Очень легкое и приятное упражнение. Руки вдоль тела. Так, собрали слегка желудок, и теперь выгибаем ногу в колени и выпрямляем ногу, выпрямляем ногу, выпрямляем. Это раз, выпрямляем, согнули, или бросили ножку, согнули, бросили, это три, очень лёгкое, приятное упражнение, особенно если вы очень давно не выгнувались, четыре, и продолжаем, пять, согнули, выпрямляем, согнули, шесть, дышание абсолютно произвольное, как хочу, семь, вдох, выдох, можно делать вдох-выдох, а даже вдох, а можно дышать как угодно, бросили, и тоже десять раз. Как вам сегодня упражнение? Следующее упражнение для спины. И опять же связано с тем, что во время беременности осанка портится. У нас между лопаточками мышцы ослабевают, поскольку многие беременные больше сутулиться. И сейчас мы укрепим мышцы между лопатками. Ложимся на спинку. Руки ставим на локти. И теперь, соединяя лопатки, поднимаем свою грудную клетку на вдохе, на выдохе опускаем её обратно. То есть делаем вдох и собираем лопатки. Вдох, выдох, возвращаемся. Почувствуйте, как начинают работать мышцы спины, как это приятно. И вдох через нос, выдох через рот, два. И вдох, выдох три. Темп берите умеренный, не очень быстро. Вдох, выдох четыре. Каждый раз чувствуйте мышцы спины. Вдох, выдох пять. И ещё пять раз. Соединяем лопатки и поднимаем спину. Выдох. Локти сильно не используем. Так, лёгкая опора. Вдох, выдох семь. Вдох, выдох восемь. Каждый раз соединяем лопатки. Вдох, выдох девять. И вдох, выдох десять. Закончили упражнение. Идём дальше. Согнули ноги в коленях. И сейчас мы немножко укрепим мышцы пресса. Чуть-чуть начнём с ними работать. И растягиваем нашу шею. Делаем вдох. Поднимаем руки, растягиваем лопатки. Опять же, хорошо сделать растяжку после предыдущего упражнения. А на выдохе подбородком касаемся груди. И опускаем руки к ногам. В конце опускаем голову. Раз. И. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Один. Продолжаем. Вдох. Растягиваем лопатки. Выдох. Шею поднимаем. Затем руки и голову опускаем. Четыре. Вдох. Выдох. Вдох. Пять. Никуда не торопимся. Вдох. Выделили для себя хоть немножечко времени. Выдох. Шесть. Вдох. Выдох. Семь. Еще три раза. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 и мышцами промежности тазового дна как вы знаете эти мышцы находятся между копчиком и лобковой костью и они отвечают за поддержку внутренних органов эти упражнения в принципе полезны для женщин особенно после беременности ложитесь на спину возьмите мячик или подушечку можно сложить ее в два раза что мы будем делать на выдохе мы поднимаем ягодицы зажимаем их одновременно сжимаем подушку и напрягаем мышцы промежности наверху в такой кулачок а чтобы почувствовать представьте что вы хотите в туалет но сдерживаете себя вот так ощущаются эти мышцы досчитали до трех раз, два, три и на вдохе опустились то есть наверху такой замочек ягодицы внутренние мышцы ног, внутренняя поверхность и мышцы тазового дна и опустили и выдох раз, два, три вниз, вдох и выдох раз, два, три вдох и выдох раз, два, три вдох четыре обратите внимание что напрягаются только нужные мышцы лицо не напрягайте выдох раз, два, три пять то есть напрягая мышцы промежности хочется напрягать руки и лицо расслабьте все и выдох раз, два, три это шесть прямо контролируйте сознание что напрягаете только ягодицы внутреннюю поверхность беден и мышцы тазового дна выдох задержали раз, два, три это семь и еще три раза наверх выдох раз, два, три это восемь вдох и выдох раз, два, три вдох опустились и выдох задержали раз, два, три и вдох опустили подушка подушка нам уже не нужна и заключительное упражнение оно направлено на мягкое укрепление мышц пресса и на стимулирование перистатики что очень актуально в послеродовой период итак ложимся на спинку обратите внимание как я ложусь и встаю если вам нельзя напрягать прямые мышцы живота то вы можете вставать и опускаться держать за коленочку то есть практически мы встаем и опускаемся за счет рук мягко постановится позвонком так я даже подниму кофту чтобы вам было видно легли поясница прижата в пол и мы ее не поднимаем от пола не отрываем одна рука на груди другая на животе для чего? для того чтобы контролировать что мы будем дышать не грудью а животом как маленькие детки итак делаем вдох и наполняем животик воздухом раздуваем его сделаем вдох и максимально 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 его надули и сдуваем проваливаемся низко низко то есть практически чтобы были ребра видны то есть как можно глубже прям все расслабляем делаем себе внутренний такой массаж опять раздуваемся делаем вдох 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 и выдох вы можете сделать это упражнение без одежды чтобы было удобно и опять делаем вдох раздуваем животик контролируем чтобы грудь не поднималась и выдох три и вдох выдох четыре вдох и выдох пять вдох делаем через нос вдох и выдох шесть когда вы уже чувствуете что умеете дышать только животом то можно убрать руку с груди делаем вдох и выдох семь и вдох и выдох восемь я надеюсь что видно и вдох и выдох девять и вообще можете убрать руку если привык дышать животом вдох и выдох и выдох десять давайте сделаем еще десять раз и вдох выдох и работаем над увеличением амплитуды вдох выдох и вдох выдох 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 и вдох, выдох и вдох, выдох и заключительный вдох, выдох. Закончили это упражнение. Дверь мне его достаточно тяжело. На свободные темы. Итак, вот этот маленький комплекс упражнений можно делать каждый день. Вы можете даже делать его утром и вечером. Количество повторений можно варьировать от 10 до 40 раз. Если вам нравятся эти упражнения и не хочется пока ничего усложнять, то просто увеличивайте количество повторений. Последнее упражнение тоже можно делать вдох и выдох, животом до 40 раз. Итак, находите на себя время. Я снова с вами. Субтитры создавал DimaTorzok